Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем сегодняшнее ток-шоу, посвященное жизни и творчеству Льва Николаевича Толстого. Я ведущий сегодняшнего мероприятия, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Артем Скворцов. Наша сегодняшняя встреча посвящена двум взаимосвязанным темам. Лев Николаевич Толстой и современность. И что значит Толстой для России и для мира сейчас. Спикерами сегодняшнего мероприятия выступают наши замечательные гости. Владимир Ильич Толстой, советник президента Российской Федерации по вопросам культуры, прямой потомок Льва Николаевича Толстого, проправнук Льва Николаевича. Екатерина Александровна Толстая, директор музея-усадьбы Ясная Поляна. Это гости и от хозяев, от Казанского федерального университета, спикером выступает Резида Фаильна Мухамедшина. Профессор, директор высшей школы русской и зарубежной литературы. Также будем надеяться, что в нашем разговоре будут участвовать и присутствующие преподаватели, может быть, даже студенты, если захотят задать какой-то вопрос. У нас, в общем, вполне все демократично. Мне мягко намекали на то, что задача модератора по возможности будировать и даже, если угодно, провоцировать аудиторию. Ну вот, давайте начнем с такого, отчасти провокационного вопроса, который я адресую Владимиру Ильичу. Как можно представить сейчас образ и вообще значение Толстого в современной русской культуре? Вот он кто? Он некий локомотив, который вытягивает за собой русскую классическую литературу, русскую классическую культуру и представляет ее всему остальному миру. Или он такой гигант, который заслоняет собой всех остальных, и на его фоне как-то меркнут некоторые другие фигуры. Вот очень часто в общении с зарубежными коллегами мы сталкиваемся с тем, что некоторых наших классиков, например, Пушкина, Гоголя или Гончарова, знают гораздо хуже, чем Толстого. Они как бы умаляются, уходят на второй, третий план. Пожалуйста. Вы знаете, Толстой просто есть. Он никого не заслоняет и никого за собой не тащит никуда. Он просто... Все, что он мог, он совершил в своей жизни. И это действительно огромная работа, титаническая, гигантская, которая, слава богу, сохраняется в мельчайших подробностях не только его канонических версий его произведений, но известны варианты, известны огромное количество его писем, дневников, публицистики. И люди либо приходят к нему, либо не приходят. И в данном случае просто говорить о том, что Толстой заслоняет, скажем, Пушкина, Гончарова или Гоголя для зарубежного мира. Ну, так просто сложилось, что действительно мир из русской культуры выбрал, наверное, самое главное, Чайковского, Толстого, Достоевского. Пожалуй, вот три имени, которые отчасти Чехов, благодаря театру, конечно, прежде всего. Но все-таки три главных имени русской культуры – это Чайковский, Толстой и Достоевский. Их не нужно объяснять. Если ты из России, это один из первых вопросов, которые тебе задают. Конечно, может быть, не так много культур и стран могут похвастаться таким обилием ярких, блестящих авторов, которыми действительно богато и славится русская литература 19-го, 20-го века. Мы можем десятки имен называть, и каждая из них вправе претендовать на то, чтобы быть в самых первых рядах мировой культуры. Но Толстой именно, наверное, благодаря такой... Вот он всеобъемлющ. Ему удалось поставить почти все вопросы, которые ставит каждый, в том числе современный человек, себе просто каждый день. И пытливый ум, который ищет ответы на эти вопросы, у Толстого с большой долей вероятности находит вариант ответа, с которым он может соглашаться или не соглашаться. Но вот такой масштабностью охвата, пожалуй, вообще в мировой культуре и в мировой литературе мало кого можно поставить рядом с Альвом Николаевичем. Но еще раз повторяю, он не стремился... Да, конечно, были периоды, когда он очень много работал над осмыслением религии, главных вопросов вообще для чего живет человек. И в какой-то степени это выросло в самостоятельное философско-религиозное учение. Но при этом Толстой прежде всего искал эти ответы на эти болезненные вопросы сам для себя. А мы можем только воспользоваться этим его просто титаническим гигантским трудом. Поэтому Толстой есть, а наше право прийти к нему или не прийти. Я считаю, что гораздо богаче тот человек, который в какой-то момент открыл для себя Толстого. И это невероятная кладезь мудрости, где можно черпать в том числе знания о всеобщем и понимание даже самой малости, как растет трава, как думает лошадь, что чувствует женщина, когда она рожает, и что чувствует человек, когда он уходит из жизни. Вот все это Толстому подвластно, и все это он сумел как-то очень точно, художественно, ярко, образно выразить. Спасибо. Спасибо, Владимир Ильич, за столь развернутый и емкий ответ. Следующий вопрос Екатерине Александровне, как директору музея-усадьбы. Вот для многих современных людей, особенно для молодых, в том числе и для некоторых студентов, само понятие музея отдает, не побоюсь этого слова, неким нафталейным. То есть, если музей, то, значит, это, наверное, что-то не очень интересное, и мы туда не пойдем. Расскажите, пожалуйста, как живет современный музей Ясной Поляны, чем он занимается, чем он может быть интересен и привлекателен для, прежде всего, молодого посетителя. В современном мире музей – это не просто экспозиция, это на самом деле культурный центр. Это место притяжения разных поколений, людей разного возраста. В Ясной Поляне мы стремимся сделать все, чтобы у нас были выставки интересные современному поколению. Хотя прежде всего начну с того, что наша задача, чтобы было интересно детям, и чтобы дети стремились прийти не один раз в Ясную Поляну. Именно поэтому придуманы образовательные программы, которые адаптированы под каждый возраст. И дети приходят и находят что-то интересное. Мы стремимся проводить уроки литературы в Ясной Поляне. Например, вот сейчас в декабре будет сочинение, и мы все знаем о том, что сочинение будет базироваться на произведениях Ивана Николаевича Толстого «Война и мир». Мы подготовили урок для старшеклассников с тем, чтобы они почувствовали, в какой атмосфере писал Толстой, может быть, как-то по-другому открыли для себя «Войну и мир». Считаем очень важным, чтобы уроки, именно какие-то уроки, классные часы проходили в Ясной Поляне. Но вообще Ясная Поляна – это такое культурное пространство, где проходят разные фестивали. Например, я думаю, что вы слышали о нашем театральном фестивале «Толстой». Он проходил уже четвертый раз в Ясной Поляне. Это такое время, когда Ясная Поляна становится своеобразной декорацией для иллюстрирования произведений Ивана Николаевича Толстого. И сама усадьба, она и есть декорацией. То есть живые звуки усадьбы помогают лучше раскрыть творчество Толстого. И мы стремимся, чтобы в программе этого фестиваля были и классические постановки, и какие-то современные, и специально для этого фестиваля придумываются иммерсивные спектакли, создающиеся именно для этого. И как раз театральный фестиваль показывает, что человек с разным вкусом и с разными потребностями находит что-то интересное в этом. В Ясной Поляне есть Дом культуры, в котором еженедельно проходят активные события. Это и лекции, это встречи с режиссерами, с актерами, показы фильмов. То есть мы стремимся сделать все, чтобы музей жил яркой жизнью, и чтобы это был не просто музей, а чтобы это был центр притяжения людей, которые, в общем-то, интересуются жизнью. Спасибо. Еще один уточняющий вопрос по поводу аутентичности музея. Мы знаем, что, к несчастью, в годы революции, гражданской войны, а затем и Великой Отечественной, очень многие подобные места были разрушены, уничтожены. Вот что, собственно, от самого Льва Николаевича осталось в Ясной Поляне? В Ясной Поляне осталось все от Льва Николаевича, абсолютно. И, к счастью, гражданская война, в общем-то, не прошла мимо Ясной Поляны, то есть не было утрачено ничего. Конечно же, Великая Отечественная война наложила свой отпечаток. Три недели в Ясной Поляне были оккупанты, были немецко-фашистские войска. Но если говорить о том, что в Ясной Поляне 46 тысяч единиц хранения предметов мемориального фонда, то есть предметов, которые принадлежат семье, принадлежат Толстому, то за период Великой Отечественной войны утрачено менее 100 предметов. Поэтому, в общем-то, я считаю, что это показано для того, что Ясная Поляна Толстовская. Из-за того, что очень жалко седло Толстого. Да. Какой-то немецкий офицер, видимо, он ему очень понравилось. Спасибо, спасибо, Екатерина Александровна. Продолжить тему музея-усадьбы и того, как изучается наследие Льва Николаевича, нам поможет Галина Васильевна Алексеева, заведующая научным отделом Ясной Поляны. Пожалуйста. Ясная Поляна, как уже было сказано Екатерине Александровне Толстой, это такой полифонический многофункциональный центр. И в том числе это научный центр, потому что традиционно, с тех пор, как Ясная Поляна была создана как музеем, первым директором была Александра Львовна, Ясные Поляне всегда занимались научной работой. И, пожалуй, одно из самых главных направлений научной работы Ясной Поляне это научно-библиографическое описание личной библиотеки Толстого, которая с 2011 года входит в реестр всемирного документального наследия ЮНЕСКО «Память мира». И эта работа в настоящее время продолжается, потому что еще в пору Валентина Федоровича Булгакова, когда он был хранителем дома Толстого, были выпущены первые тома описаний русской части библиотеки, потом уже в 2000 году вышел третий том научно-библиографического описания иностранной части в двух частях. И сейчас завершается подготовка к изданию четвертого тома научно-библиографического описания личной библиотеки, периодические издания на иностранных языках. И, конечно, прежде всего ценность библиотеки состоит в том, что в ней хранятся сотни изданий, на которых сохраняются толстовские маргиналии, следы чтения Толстого, что является предметом исследования не только ученых, которые живут и работают в России, но в Ясную Поляну с этой целью приезжают ученые со всего мира. И поэтому мы стараемся в наших томах научно-библиографического описания максимально подробно описать следы чтения Толстого, чтобы человек в любой точке земного шара мог взять наше бумажное описание, электронное описание и найти те самые места, которые Толстой очеркнул, поставил ноты Бенны или сделал более развернутые маргиналии. Другим направлением нашей деятельности является проведение научных конференций. И, конечно, основой, базой для таких конференций является, опять же, личная библиотека Толстого, которая, как я уже сказала, хранит маргиналии, дарственные надписи. И вот раз в два года проходит конференция, начиная с 1998 года, которая называется «Толстой и мировая литература». И вот каждый второй год в Ясную Поляну съезжаются ученые, исследователи из 14-16 стран мира. Во многих странах Европы, особенно Северной Америки, очень сильно развита наука о Толстом, очень сильное толстоведение и в Соединенных Штатах, и в Канаде, и в Великобритании, и во многих других странах. И вот, начиная с 2006 года, это была идея Владимира Ильича, мы проводим международный семинар переводчиков сочинений Толстого и других русских классиков. И Владимир Ильич вдохновил нас на проведение этого замечательного события в Ясной Поляне, потому что Толстой – один из немногих писателей, которые при жизни, тем более писатели XIX века, которые при жизни так активно начали переводить. И первые переводы Толстого до сих пор стоят на полках личной библиотеки Толстого. И Ясная Поляна всегда была самым логичным местом для проведения подобных семинаров, потому что переводами в Ясной Поляне занимались все, начиная от матери Толстого, урожденной Книжной Волконской. Сам Лев Николаевич привозил совершенно молодым человеком Лоренца Стерна «Сентиментальное путешествие для развития памяти и слога». Занималась переводами его жена Софья Андреевна. Софья Андреевна, именно она перевела самое прекрасное философское сочинение о жизни на французский язык. И это стоит на полке спальни Толстого. И это сочинение буквально меняло судьбы людей. Занимались переводами дочери Толстого, его сыновья и, более того, его потомки. В частности, перед вами сидит один из них, который также занимался переводами. Так что семинар переводчиков. Кроме того, у нас бывают другие конференции, семинары, которые приурочиваются к тем или иным датам, которые отмечают все человечество. Спасибо. Только за последнюю неделю у нас было три конференции. Первая конференция была наша совместно с Культурным центром иранским «Диалог культур». Затем была конференция, посвященная Толстому и Махатме Ганди, потому что 2 октября исполнилось 150 лет со дня рождения Махатмы Ганди. И третье тоже было такое большое событие в Ясной Поляне проходило. Это российско-финляндский форум культурный. Поэтому буквально за последние 10 дней столько ярких событий. Да, а следующий... Недели до этого были писательские встречи в Ясной Поляне. Да, семинар переводчиков. Семинар переводчиков. А через неделю будет вручение литературной премии Льва Толстого «Ясная Поляна». Так что жизнь бурлит, кипит. Если говорить о переводах, то, пожалуй, никого из русских классиков не переводят сейчас так интенсивно, как переводит Толстого. Новые переводы, новое время, 21 век. И несмотря на то, что есть классические образцы перевода, тем не менее, прекрасные переводы вышли в 90-е и 2000-е годы практически на все ведущие языки мира. Да, и на семинар. На этой иранской конференции к нам подходил посол Афганистана, который лично перевел... Войну Емину и Анну Каренину. ...Войну Емину и Анну Каренину на пушту. Четыре тома Войны и Мира, два тома Анны Карениной. Посол Афганистана в Российской Федерации. Переводчик такой. А среди нас сидит переводчик, который из Турции, Сабри Гурсис, который переводит он и его, так сказать, коллеги из Турции, переводит 90-томное собрание сочинений на турецкий язык. Вот только что Сабри завершил перевод Анны Карениной, работая в Ясной Поляне и Московском музее Толстого. Спасибо. Наш постоянный участник семинара переводчиков. Галина Васильевна, вот сейчас прозвучала цифра. Мы знаем, что Лев Николаевич написал действительно более 90 томов, вот академическое собрание сочинений. А можно ли более или менее точно сказать, сколько он прочел? Вот его личная библиотека, она из скольких экземпляров состоит? Личная библиотека Толстого насчитывает более 22 тысяч томов печатных единиц на 39 языках народов мира, кроме русского. И мы можем наверняка говорить, какие сочинения Толстой читал по тем следам чтения, которые он оставлял на книгах и журналах, которые он прочитывал. А также посредством дневников, писем, записанных книжек, даже если Толстой не оставлял маргиналии, мы можем понять, что Толстой читал. И, кроме того, есть знаменитое письмо к Лидерле, где Толстой пишет, указывает все произведения, которые оказали на него сильнейшее впечатление и влияние. Спасибо. Настало время задать вопрос Резе Фаильне. Есть непреложный факт, Лев Николаевич, великий писатель, и есть другой факт. Он недоучившийся студент. Нас, всех имеющих отношение к Казанскому университету, теперь же не императорскому, а федеральному, это не может не волновать. Мы знаем, что он здесь учился, но не окончил университета по определенным причинам. И вот тоже такой условно-провокационный вопрос к филологу и к методисту. Как же поступать молодому человеку, который хочет делать жизнь с Толстого? Что же такое систематическое образование? Это нужно поступить в какой-то вуз, а потом бросить его? Спасибо, Артем Эдуардович. Здесь есть такой провокационный вопрос. И я считаю, что он очень актуальный, потому что Высшая школа русской и зарубежной филологии носит имя Льва Толстого. И наша Высшая школа, ну вот я не знаю, к радости или к сожалению, занимает самое большое, самое такое ведущее первое место по отчислениям. По отчислениям, да? Да. Да, да. Ну я не знаю, так это совпадает. Или у нас очень требовательные преподаватели, или само название Высшей школы имени Льва Толстого накладывает какой-то отпечаток. Сегодня, я думаю, молодые люди, они как-то очень близки к героям Толстого. Они ищут себя, они живут как бы в контексте, что настоящий человек – это именно тот человек, который начинает, бросает, ищет. Ищет себя, как Андрей Балконский, как Пьер Безухов. Вот, вот, но Лев Николаевич Толстой, если мы читаем его дневники, он обязан Казанскому университету именно тем, что понял, что настоящие знания добываются самостоятельно. Именно благодаря преподавателям Казанского университета. Он понял о значении самостоятельного образования, и только сам человек может сделать из себя личность. И сегодня, когда мы работаем со студентами, здесь присутствует наша кафедра русско-зарубежной литературы, каждый из наших преподавателей работает со студентами так, чтобы он это понял. Мы всегда, даже на 1 сентября, когда приходят первокурсники, мы говорим, да, вы пришли в Казанский федеральный университет, вы пришли в Институт филологии и межкультурной коммуникации, но мы не можем дать вам всех знаний филологических, да. Мы научим вас учиться. А дальше, когда вы научитесь учиться, вы возьмете для себя все, что есть в науке, в культуре, в образовании. И правильно, вот мне сейчас очень понравились слова Владимира Ильича о том, что, да, великий Толстой, интересное его наследие, но не менее интересен человек, который открыл Толстого. Вот, наверное, в таком контексте, ну, и живет, работает Казанский федеральный университет. Ну, все-таки, мне кажется, лучше пусть ребята всю программу пройдут и получат диплом. Да, да. Ну, вот мы приблизились к Толстому студенту, и я думаю, сейчас самое время посмотреть фрагмент документального фильма о юном Толстом, который был сделан в Казанском университете. Вспоминая так свою жизнь, то есть рассматривая ее с точки зрения добра и зла, которые я делал, я увидал, что моя жизнь распадается на четыре периода. Писал в своих мемуарах Лев Толстой. Я родился от богатых родителей четвертым сыном большой семьи. Мать умерла, когда мне было полтора года, и я не помню ее. Отец умер, когда мне было девять лет. Как все мне говорили, и отец, и мать моя были хорошие люди, образованные, добрые, благочестивые. После смерти родителей братьев Толстых Николая, Сергея, Дмитрия и Льва и их сестру Марию воспитывали тетки. Это сестра отца. Сначала Александра Ильинишна, затем Пелагея Ильинишна. Она жила в Казани и была замужем за помещиком, лаишевским уездным предводителем дворянства Владимиром Ивановичем Яшковым. Поскольку Яшковы не имели в городе собственного жилья, к приезду племянников в сентябре 1841 года они сняли квартиру в доме Ивана Кузьмича Горталова. Дом находился недалеко от Кремля, на поперечно Казанской улице. В доме Горталова братья Толстые проживали с сентября 1841 года по август 1843 года. Здесь прошла большая часть казанской жизни будущего писателя, поэтому этот дом считается самым главным толстовским адресом. Невдалеке находился Казанский Богородицкий женский монастырь – достопримечательность города, место явления и пребывание знаменитой казанской чудотворной иконой Божией Матери. С верхнего этажа дома открывался вид на реку Казанку и слободы за ней. При доме имелся благоустроенный сад, террасу окружали кусты жасмина, далее простиралась большая клумба с белыми розами. В конце сада находилась беседка, где любил читать и размышлять Лев Толстой. Верхний этаж дома занимали хозяева, с которыми толстые сблизились и даже участвовали в закладке флигеля во дворе дома. Толстые поселились на нижнем этаже дома. «Мы жили в доме Горталова против Острога», – вспоминал позднее писатель. Соседство с Острогом, как называли тюремный замок, построенный в 1807 году, произвело сильное впечатление на молодого Толстого, ставшего свидетелем жизни заключенных. 24 августа 1842 года в Казани произошел чудовищный пожар. Лев Толстой в письме Татьяне Александровне Ергольской в Ясную Поляну сообщал. «Огнем уничтожено все, что было красиво. Наша улица, которая не из лучших, уцелела. Однако ж дом наш был в опасности, так как все вокруг нас стало жертвой огня». В 1843 году Толстые переехали из дома Горталовых, пострадавшего и нуждавшегося ремонте, в дом Киселевского Уарского поля. После переезда в Казань осенью 1841 года старший из братьев Толстых Николай перевелся на второй курс математического отделения философского факультета Казанского университета из Московского, где до этого учились. Мария была определена в Родионовский институт благородных девиц. В 1843 году на математическое отделение в университет поступили Сергей и Дмитрий, а в 1844 году – Лев Толстой. Он выбрал восточное отделение или, как говорили тогда, разряд философского факультета Казанского университета. Выбор специальности был обусловлен желанием его тетушки Пелагеи Ильинишны увидеть своего племянника в качестве дипломата, особенно приближенного к императору. Для поступления на восточный факультет нужно было сдать экзамены по истории, географии, статистике, математике, русской словесности, логике, латинскому, французскому, немецкому, арабскому, турецко-татарскому и английскому языках. Несомненно, что по восточным языкам Толстой готовился под руководством учителя. Сестра Толстого рассказывала, что занимавшийся с ним турецким и татарским языком профессор Казимбек удивлялся его необыкновенным способностям к усвоению чужих языков. Были ли у Толстого учителя по другим предметам – неизвестно. Скорее, можно думать, что другими предметами он занимался самостоятельно. Подготовка к поступлению в университет продолжалась у Толстого два с половиной года, но вряд ли он занимался особенно усидчиво. Если бывали у него иногда дни, про которые он мог сказать «я учусь хорошо», не только без страха ожидаю учителей, но даже чувствую некоторые удовольствия в классе, мне весел, ясно и отчетливо сказать выученный урок, или как будто сам сочинил, то, что отвечал, то это были, вероятно, только редкие случаи. Чаще же занятием Толстого можно было применить другие слова его героя. Я по неволе и охотно готовился к университету. С 29 мая по 5 июня 1844 года Толстой вместе с учениками 1 и 2 Казанской гимназии сдавал вступительные экзамены. Помню потом, что весной в день первого моего экзамена в университет я, гуляя по Черному озеру, молился Богу о том, чтобы выдержать экзамен. И заучивая тексты катехизиса, явно видел, что весь катехизис – это ложь. Не могу сказать, когда я совсем перестал верить. По французскому и по турецкому языкам он получил оценки отлично. По закону Божьему, алгебре, русской словесности, английскому языку – хорошо. Экзамены по истории, географии, владой граф провалил. После пересдачи этих предметов с разрешения ректора университета Лобачевского Лев Толстой 3 октября 1844 года был зачислен своекошным студентом Восточного отделения философского факультета Императорского Казанского университета. При поступлении в университет Льву Толстому еще не было полных 16 лет. Но благодаря ректору университета Николаю Ивановичу Лобачевскому, решившему сделать исключение, Толстой был допущен до вступительных экзаменов. Ну вот мы немного приблизились к медиа-образу Толстого и переходим в область вопросов, связанных с интерпретацией наследия Толстого в мировой культуре. Разумеется, нельзя сейчас обойти вопрос об экранизациях, потому что современный мир так устроен, что люди, особенно молодые, они чаще воспринимают литературу через экраны. Очень многие сначала смотрят какой-нибудь фильм и потом обращаются к книге. И можно, конечно, снобистке говорить, что это никуда не годится, но факт остается фактом, что тенденция такова. И вот мы знаем, что есть множество экранизаций произведений Толстого как в России, так и за рубежом. Есть очень небольшое количество художественных лент, которые посвящены самому Льву Николаевичу. Вот в советское время выходил такой замечательный, теперь уже можно сказать классический фильм, который, собственно, назывался «Лев Толстой», Герасима. И до недавнего времени на экране не было молодого Толстого. Мы видели Толстого в образе многомудрого старца с седой бородой. В общем, такой вот образ канонический. Совсем недавно, в прошлом году, вышел фильм «История одного назначения» Авдотьи Смирновой. Наверняка вы его видели. Вот очень интересно узнать впечатление Владимира Ильича и Екатерины Александровны от этого фильма. Как вам образ молодого Толстого на экране? Ну, во-первых, мы не просто видели несколько раз этот фильм. Да, частично он и снимался в Ясной Поляне, в Пирогово. Надо сказать, что Авдотья Андреевна Смирнова, для нас Дуня Смирнова, очень волновалась, как мы отнесемся к ее идее снять этот фильм. И задолго до того, как начались съемки, мы встречались, она давала нам читать сценарий и первые версии. И потом, надо сказать, что к сценарию приложил руку большой друг Ясной Поляны, замечательный писатель Павел Валерьевич Басинский, который бывал здесь у вас в Казани тоже. Да, и на самом деле, конечно, его книги последних лет о Толстом имели огромный успех, многократно допечатывались тиражи. Он действительно тонкий, точный исследователь жизни Льванька Ильича Толстого. И вот из одной фразы, которая как раз в книге Басинского зацепила Авдотью Смирнову, собственно, выросла идея этого фильма. И дальше они уже совместно, втроем писали этот сценарий. Действительно, вот я сам очень переживал, что почему-то всегда Толстой на экране, это почтенный старец, уходящий из Ясной Поляны и умирающий Ивостапова. Как будто огромной жизни Толстого не было. И поэтому сама смелость Дуни обратиться к образу молодого Толстого нами очень приветствовалась. И мне кажется, что и исполнителю роли Толстого удалось какие-то его черты, и внешние черты характера отразить. Я думаю, что это хорошая актерская работа. Можно спорить о каких-то нюансах. Вообще нам, конечно, немножко бывает забавно видеть Льва Николаевича. Например, в театре, театр Маяковского поставил спектакль о Софии Андреевне Толстой, где участвуют в том числе дети Толстого. Ну, у нас в семье сложились какие-то представления об этих людях. И когда там был длительный период, например, когда там очень критично относились к Софии Андреевне, мне это было необыкновенно обидно, потому что это бесспорно величайшая женщина во всех смыслах. И как удивительная мать, и как помощница и друг Льва Николаевича. И очень многое наносное и несправедливое по отношению к Софии Андреевне было, в том числе, кстати говоря, и в кинематографе. Это тоже нашло свое отражение. Поэтому мы, конечно, воспринимаем... Мне говорят, ну как же это вот Лев Николаевич ушел от своей сварливой жены? Как вы можете так спокойно к этому относиться? Наш великий писатель вот, так сказать, дома себя там чувствовал. Я говорю, вы знаете, Лев Николаевич, конечно, мой прапрадедушка, но София Андреевна моя прапрабабушка. Поэтому они мне в равной степени дороги и близки. И вот образы Толстого, его жены, его детей, они, конечно, воспринимаются нами, членами семьи, не отстраненно, как просто, так сказать, какие-то герои и персонажи, а именно как очень родные люди. И очень хочется видеть их красивыми, достойными... Такими, какими они были в жизни. Такими, какими они, собственно, и были в жизни. Вот. Фильм Авдойте Смирновой, конечно, не о Толстом. Там в центре внимания совершенно другая история. И здесь очень важна просто реакция Толстого на несправедливость, на его действительно потрясающая речь в суде, которая, собственно, была придумана авторами сценария. Она, так сказать, не сохранилась. Есть упоминание, что она была блестящая, эта речь, но нет самого текста. Вот. Поэтому хвала Авдойте Андреевне за то, что она вообще, так сказать, рискнула этот образ молодого Толстого вынести на экран. Я очень надеюсь, что у нее будут и последователи. Даже, наверное, ну, аудитория маленькая. Да, скажите. Позволю себе признаться, что сейчас... Это все секрет. Да, сейчас я как-то пытаюсь находить время для того, чтобы с небольшой группой людей, которые мне помогают, сделать огромную работу. Мы хотим снять гигантский сериал о жизни Толстого, причем даже больше, о столетии жизни России с 1820-го по 1920-й, в центре которого будет жизнь для Ванькаевича Толстого. Возможно, это будет несколько сезонов, как сейчас это бывает. Мы пока думаем 4 сезона 12-серийных фильмов о Толстом и России и его времени. Поэтому предстоит гигантская работа, в том числе то, что называется актерским кастингом, поиск актеров, которые могли бы сыграть и маленького Толстого, и юного, и молодого, и зрелого, и Толстого уже преклонных лет. Вот, но сложная, необыкновенная увлекательная задача. Вот я очень сейчас как-то с азартом этим занимаюсь. Это потребует много времени, так что не ждите, что это прям завтра выйдет на экраны. Но, тем не менее, мне кажется очень интересным и важным показать вот именно всю жизнь Толстого, даже больше того, откуда Толстой произошел. Образы его дедов и бабушек, его родителей, его тетушек, его братьев, сестры, людей, которые их окружали. И, конечно, невероятная связь Толстого со всей историей русской литературы. Толстой и Пушкин, Толстой и Лермонтов, Толстой и Грибоедов, Толстой и Тургенев, Чехов и так далее, и так далее. То есть вот еще такой пласт, который тоже хочется вытянуть и показать, это то, насколько все тесно переплетено в истории России, в ее культуре, литературе, и насколько это мощно завязано на фигуре Льванька Ильича Толстого вот на этот исторический период. Поэтому, в общем, вот признал человек такой. Будем с интересом и с нетерпением ждать этого гигантского проекта. Да, но он не вышел на экраны. Или не может не выйти. Ну, неизвестно, конечно, может быть, по крайней мере, Марлен Хуциев, прекрасный наш режиссер, блестящий, на протяжении почти 20 лет пытался снять фильм, главные герои которого Лев Толстой и Антон Павлович Чехов. Фильм под условным названием «Не вечерняя», о встречах Толстого и Чехова в Крыму. Очень тонкий, поэтичный, как это всегда бывает у Хуциева, который, к несчастью, ушел из жизни некоторое время назад. Но Марлен Мартынович очень хитрый человек был. Он меня залучил на съемки. Он говорит, ну, вот это же очень важно. Вот вы потом к Толстому приедете, актеры вас там увидят, что-то расспросят. Приезжайте хотя бы на несколько дней на съемки. Вот, я поддался, приехал. Марлен Мартынович вкратче стал говорить, а можно вот гримеры с вами немножко поработают? Да, ну, одного из сыновей Толстого, вот вашего прадеда Илью Львовича, вот Толстой болеет, вы там рядом с ним. Ну, в общем, короче, я тоже попал в кадр этого фильма. Жаль, что и работа не вышла. На самом деле, это, наверное, ответственность художника помешала Хуциеву, ну, просто выпустить эту работу в свет, потому что ему не удавались диалоги Толстого и Чехова, потому что такая ответственность, что произносит Лев Николаевич, что произносит Антон Павлович, вот как восстановить разговоры, диалог двух величайших людей своего времени, нашей страны, нашей культуры. Вот, но, мне кажется, даже просто то, что было сделано, все равно нужно, чтобы стало достоянием людей, потому что это сделано с огромной-огромной любовью и к Толстому, и к Чехову. Очень хорошие актерские работы, кстати, пожилой Толстой и молодой еще тогда Антон Павлович Чехов сыграны. Толстой калужским актером, калужского драматического театра. А Чехова блестяще исполнил роль Владислав Ветров, актер театра «Современник». Очень удачная, на мой взгляд, работа. Вот, ну, я думаю, что, может быть, телевидение покажет как-то фильм о Хуциеве и какие-то фрагменты. Так что образ Толстого... На мой взгляд, это был очень удачный образ, потому что, когда Владимир привез мне фотографию, на которой он сидел в области Ильи Львовича рядом с Львовичем Толстым, я подумала, что это фотомонтаж, что это невозможно. Просто попадание просто вот в яблочко. Спасибо, Львович, за очень интересный рассказ. Ну, конечно, у любого ток-шоу есть некий план, и мы, в общем, более-менее по нему шли. Но вот сейчас я услышал этот рассказ, а, к сожалению, не вышедшим в фильме Хуциевы, и что как будто бы одна из главных причин, почему это не произошло, это вот невозможность прописать какие-то естественные диалоги двух классиков. Я совершенно не собирался этого делать, но вот у меня тут случайно оказалось стихотворение современного поэта Александра Кушнера, который как раз описал встречу Толстого... Видите, как все подстроено. Да. Ей-богу, я не собирался его зачитывать. Если право, что Чехов с Толстым говорили впервые в пруду, по колену в нем стоя, то как же Господь ерунду обожает. Неважно, быть может, стояли по грудь, любо-дорого, вот что, те мошки, та желтая муть, что со дна поднимается, бойкие те пузырьки. Вообще, вспоминается проза, плескание, шлепки по воде. Это в Чеховском было рассказе уже. И, наверное, Бог улыбаясь, прозаик в душе. Знаете, как в пруду говорят, уходя с головою под воду, ваш рассказ и нырок про жену и другой, про собаку, нырок, хороши, а досадно чуть-чуть, что нет общей идеи. Простите, вам слепень на грудь собирается сесть. И так далее. Мир мелочей, перетянутых в талии платьев, палящих лучей, золотых голобастиков, Бог разговором задет, не уверен, есть общая мысль у него или нет. У нас пока еще не была задействована аудитория. Вот неделю назад мне довольно случайно попалась на глаза одна статья о взаимоотношении философии и литературы русской. И там автор высказал как само собой разумеющуюся такую мысль, что за пределами России мир знает только двух русских мыслителей. Подчеркиваю, мыслителей. Толстого и Достоевского. Вот я хотел бы обратить этот вопрос Владимиру Игнатьевичу Курашову, профессору, заведующему кафедрой философии и истории науки Казанского национально-исследовательского технологического университета. Справедлива эта мысль или нет, как вам кажется. Да, но в течение многих десятилетий я обращал внимание, меня несколько смущало, когда представляли русскую отечественную культуру, а у нас Достоевский и Толстой, для отечественной аудитории, для зарубежной. И я неоднократно задумывался вот над этим вопросом, ну почему не три? Гоголь, Достоевский и Толстой, Пушкин. Но версию своего ответа я дам, она мне кажется достаточно обоснованной. Но лирика, драма, эпос, и возьмем философию. Если взять русскую философию, которая представлена именно философами, со всеми оговорками, Соловьев ведь тоже поэтом был, то она мало кому известна. И в отечественной, я бы сказал, интеллектуальной среде, если мы опросим на улицах Казани или Москвы, мало кто назовет имена русских философов, тем более то, собственно, что они выражали как мыслители. За рубежом тоже их знают, ну вот, с кем я не говорил, только те, кто занимается именно русской философией, ее историей. То есть, она малодоступна и оказывала небольшое влияние на вот культурную среду, которая есть в России, в мире, как бы нам это не хотелось, я не говорю об уровне философии, я говорю об этом. Но поэзия, она либо непереводима, либо труднопереводима, вот, и поэтому здесь мы убираем поэтов Пушкина, Тютчева, хотя там, естественно, можно найти много того, очень много того, и смело их назвать великими мыслителями. И если брать Гоголя, претендента вот на эту троицу, все-таки бог троицу любит, у него больше национально особенного при всех мыслях, национально особенного не по месту проведения, не по месту действия самого драматического, а по таким приметам, которые, естественно, являются специфически русскими. Вот у Достоевского и Толстого больше в этом смысле всегда надо говорить хорошим, космополитического, то есть всемирного, вселенского. А, ну, поскольку они тут даже говорить не надо, поднимают все вопросы, и вопросы об истине, и вопросы об мысли жизни, и о смысле счастья, ну, даже поэму о великом инквизиторе достаточно вспомнить, вот, ну, и, соответственно, войну и мир, чтобы вот все эти вопросы, причем не только в выразительной художественной форме, но совершенно в интеллектуальной, где это разбирается, жизнь в церкви, человек в мире, проблемы богооправдания теодицеи, и тот, и другой мучился с этим вопросом, и его решал как настоящий философ. Поэтому вот я думаю, что вот эти две титанические фигуры, они действительно единственные, которые известны во всем мире, они являются мыслителями не по случаю, поскольку, собственно, вся философия это антропология, как правильно сказал Кант, все в ней умещается, а что такое литература, это антропология, так ведь, это познание человеком самого себя. Тогда получается вот эта не случайная вот эта пара, которая постоянно говорится, и даже, я бы сказал, это не символ русской культуры, но это, видимо, самые такие, ну, активные проводники русской мысли, я сейчас больше говорю о философской, как о мыслителях, не о художественной части, а во всем мире. Вот так приблизительно я понимаю. Спасибо. Спасибо. Время нашей встречи стремительно истекает. Есть ли у аудитории какие-то вопросы к нашим гостям? Пожалуйста, пользуйтесь моментом. Редко. Да? Говорили о Толстом и Достоевском, но мне хотелось бы акцентировать уникальность роли Толстого, которая состоит прежде всего в том, что Толстой выполняет культуру творческую функцию, он определяет наше восприятие истории. Неважно, какими были Кутузов и Наполеон, как исторические личности, но мы воспринимаем Кутузова именно таким, каким создал его Толстой. По всем историческим справкам, описаниям Бородинская битва это поражение, но для нас Бородинская битва это победа сильного, нравственно сильного духом противника. То есть, вот мне хотелось бы сказать, что Толстой выполняет во многом уникальную роль во всей мировой литературе, он определяет то, как мы воспринимаем свою историю. И мне хотелось бы поразмышлять, может быть, и с участием Владимира Ильича о том, в чем источник вот этой силы Толстого, его способности формировать национальную ментальность. Для окончания передачи это, конечно, вот здесь только все и начинается. мне кажется, здесь важнее всего то, что Толстой фактически открывает новый литературный метод познания человека. И как бы так третий, потому что первый это описание событий, житей, где собственно переживания человека менее важны, чем события его жизни, которые происходят. Второе это как раз психологический взгляд на внутренний мир. А Толстой идет еще дальше. Он говорит, что этот мир неоднороден, что в одном человеке одновременно уживается и хорошее, и плохое, и ум, и слабость, и сила. И, пожалуй, он первый в литературе, почему такие мощные и сильные получились образы и Наполеона, и Кутузова. Потому что они не плоские, они не окрашены в одну краску. И это воспринимается читателем совершенно как будто это он один из них. герои Толстого становятся частью нашей собственной жизни. Именно потому, что они такие, как там, 4D, 5D. Они очень и в художественной, в истории художественной литературы Толстой был первооткрывателем. Собственно говоря, начиная с самых ранних произведений, особенно острые это в севастопольских рассказах. Когда смелость и трусость, когда мотивы, побудительные мотивы человека, который делает какой-то геройский поступок, а при этом Толстой пишет о том, что он думает, что он получит какое-то звание, что он предстанет перед своей невестой в каком-то там, геройском виде. у него самые банальные, даже меркантильные мысли. И вот Толстому удается, ничего не опуская и не поднимая, показать вот эту подлинную правду нашей внутренней такой сложно устроенной жизни. И в этом смысле, конечно, его герой становится олицетворением исторических событий и нашего восприятия о нем. Этот метод на самом деле уникален его даже повторить. невозможно и мало кому удалось. В каких-то лучших страницах мы можем назвать у Пруста, у кого-то еще есть вот это такое проникновение в глубочайшую тонкую психологию человека. Толстому это удалось и именно поэтому его и переводят заново, и читают заново, и будут читать. Спасибо. Вот видите, как у нас интересно пошел разговор. Действительно, время заканчивается, только сейчас все началось. Ну вот, видимо, это очередное подтверждение того, что наследие Толстого необычайно живо и актуально. Это тот русский классик 19 века, которым еще очень долго не будет грозить обранзовение. Ну, собственно, 19-го. Толстой родился в 1828 году, а ушел из жизни в 1910 году. в это время уже родились бабушки и дедушки некоторых из присутствующих. Поэтому, в общем, по историческим меркам это все не так уж давно было. Если позволите, просто меня часто спрашивают, ну как вот, вы праправнук Льва Николаевича Толстого так далеко по времени. Я говорю, вы знаете, не так уж и далеко. Мой дедушка, когда был маленьким мальчиком, сидел на коленях у своего деда Льва Николаевича Толстого. Я, когда был маленьким, сидел на коленях у своего деда Владимира Ильича Толстого. Поэтому, расстояние одних колен в истории, в общем, это совсем недалеко. Большое спасибо. Большое спасибо, Владимир Ильич. Спасибо большое, Екатерина Александровна. Спасибо, Гриза Афаилина. Спасибо нашим спикерам. Спасибо залу за внимательное Толстого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok